А при начальном ролика хочу посмотреть канал eSportplayers. Это канал футбольной тематики. Если вас это заинтересовало, ссылочку я оставлю в описании. Также данный ютубер сделает на 2000 подписчиков конкурс. Поэтому поддержим парня. Обязательно подписывайтесь, смотрите его видосы. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Холли Плей. Первый сервер. Как вы знаете, сегодня праздник. В России его празднует день всех военных и так далее. Ну вы поняли, короче. И тут происходит, смотрите, что. Просто полная жесть. Альминов много здесь. Игроков. Какая-то рпшка будет. Вроде бы как. Наверное. Либо какой-то парад. Я на самом деле без понятия. Но выглядит довольно-таки круто. У нас в Украине этот праздник как бы перенесли по-другому. Поэтому как-то так. Но лидер пишет, а мне стрелять. Хотя никто не собирался стрелять даже. Давайте сделаем строй. И посмотрим, что у нас тут. Так, у нас тут два админа. Шемель Юсупов и Алексей Юморов. Поэтому все довольно-таки четенько. Я не понимаю, почему и на самолеты все выставили. Где там грузовики, там танки и так далее. Их нет, только самолеты стоят. Довольно-таки странно. А, вот военные едут. Видимо нас вызвали, потому что я просто приехал на базу. Мне лидер написал, типа, садись. Я сел и вот меня сюда привезли. Как и всех остальных. Поэтому, видимо, будем как-то участвовать в этом. Судя по всему. Но я на самом деле не знаю. Так, вон, чуваки какие-то бегают. По-моему, это еще один админ. Да, Алексей. Артем Свит. По-моему, это тоже админ, да. Все, я не ошибаюсь. Ну да, три админа здесь. Все, типа, всему. За северокомнистю не следить. За, там, РП, ПДД и так далее. Ну, как мы видим, даже чат, ну, никого не садят, вроде бы как. Да, вообще никого не садят, поэтому все внимание сейчас на параде этом. Я так понял. Ну да ладно. Все, да, всех лидерей, все вызывают сюда девяток, вызывают. Не знаю, что тут будет, но прикольно. Я решил заснять, потому что так подобное происходит очень редко. И поэтому стоит такое записать, все-таки. Ну, главное, я фотик, конечно, не купил, вот что, плохо. Вот это реально плохо. Ну, да ладно. Куда это лед украл? Или нет? Свой. А, просто переоделся, чувак. Бывает, что. Диана Белкина какая-то. Чисто, знаете, видос, как праздновали 23 февраля на Мазинах, и что здесь делала мафия? Стояла в лыжах забора все время, да? Давайте я поближе встану, вот так вот. Вот так вот, будет красиво, я думаю. Так, какой-то Томас ездит. У меня тоже Ямаха на базе стоит, но, блин, мне что-то ее не взял. Мне сказали садиться, я сел, как бы в машину к нему. Надо было свой Ямаху брать и ехать сюда. Просто и все. Что-то на кукурузнике летает. Ну, почему? Кипит, тут, конечно, атмосферка кипит. Когда это все начнется, я даже понятия не имею. Я думаю, где-то там часа два, наверное. Сейчас, на сколько время? Почти половина 11-го полмышка. У меня сейчас полдесятого только. Так, что там пишет? Я не видел. Анимацию уберите. Окей. Убрали все анимации. Хорошо. На самом деле, прикольно. Посмотрите на такое. Выстрели, я как я так понимаю, все вертолеты, самолеты, какие есть. Это довольно-таки круто. Это реально круто. Но, блин, а где танки, БТРы, там, такое... Такого что-то я не вижу. Это на самом деле печально. Все в Кремль едем. Окей. Сейчас в Фоме напишу тоже. Может, в Кремль приедет кто-то. Ну, значит, мало онлайна в Фоме. Поэтому, ладно, не буду писать. В принципе, я думаю, они так знают. Хоть на боль семью просьба прибыть. Это семья. Первый раз ее вижу. Понятное. Ну, ладно. Пофиг. Шамиль Юсупов катается здесь. Семей генераловых. А что у меня в Фомиле какая-то другая вообще? А, это типа... А, я понял. Конечно, странное явление, но ладно. Ну, вот так, конечно, проходит день защитника здесь. Как я понимаю. Ну, я не знаю, что тут ждать вообще. Лидер вообще пока ушел. Поэтому я без понятия юморов на Моте катается. Шамиль на Гелике катается. Вон. Что они делают, я не знаю. Да и стоит скучно вообще. Как бы бегать куда-то. Посмотреть хотя бы. Я думаю, было бы круто. Чувак какой-то он неадекватный. Он тоже неадекватный. Видите, разбежались некоторые уже. Я тоже хочу побегать, посмотреть. Давайте пройдемся по всем вертолетам. Я думаю, это будет круто. Я вам покажу все вертолеты. Какие здесь есть. Какие нам представили. Кстати, я не знал, что есть такое, есть такое. Блин, прикольно. Видите, вот такие вот вертики есть. Давайте пройдемся вот сюда. Вот вертик стоит. Давайте я скриншотик такой сделаю. Вот так вот. Хотя я не знаю, зачем было гастолет-сами типа спавнить. Ну ладно. Вот такие вот вертолеты есть. Просто вам экскурсию такую проведу. Это, конечно, моща такая нормальная. Что-то за мной бегает кто-то. Вот вертолет есть, смотрите. Вот гидра. Вообще топчик. У него, кстати, слаживается. Давайте напишем на него репорт. Так, Александр Лисенко. Ладно, погнали дальше. Посмотрим. Тут крутенький стоит. Я решил не писать, короче, туда. Вот здесь такой аэрофлот стоит. И вот самый большой. Это грузовой. Здесь, кстати, люк открывается. Вот этот люк открывается. Вот, видите, здесь щель это. Он открывается здесь. Но самый-самый большой самолет, он здесь баганный, поэтому его не спамят. А вот, кстати, уже танки прибыли. Вот такой самолет красивый, кстати. Надо скриншотик сделать. Здесь у нас вот танки, БТР, УАЗики, Уралы. И все, в принципе. Вот вся экскурсия. Наверное, здесь больше будут ставить, в принципе. Поэтому, сейчас посмотрим. Не, ну прикольно, что. Молодцы админы, кстати. Что таким занялись. Хотя, я не думаю, что это их не цель, а им просто, там, главные написали. Типа, вот сделайте. И интересно, на всех шахах такое будет. Такое происходит вообще. Напишите в комментариях, кстати. У вас тоже такой, на вашем сервисе, там, не знаю, где вы играете. Пятый, там, шестой, седьмой, там, второй, третий, четвертый, пятый. И, там, у вас тоже такое происходило, или нет? Мне просто будет интересно почитать. Или это только на первом решили так сделать? Так, помню, здесь какая-то выставка будет, или что? Не бейте, подроги. Даниль Калинин зашел. Вон, чувак, у чувака Бин, смотрите, он пишет. И данная техника предусмотрена только для военного времени. Военное время используют для перевозки бойцов. выпускается в России с 1960 года. Еще какая-то Бин, походу. Сняли с конвейера в 1989 году. Ну, блин, даже познавательно будет как-то. Хотя, я, ну, не очень люблю вот эту технику, вот такую вот. Я не очень ей интересуюсь, вообще не интересуюсь. Поэтому, возможно, я что-то новое узнаю. Чувак дэмит вообще. Красавчик просто. Просто молодец. Воу, просто лоу. Все на Кремль едем. Ну, что тут делать-то? Так, что-то я отошел случайно. Так. За один рубль пушку продать. Ну, футболу. Странный, конечно, человек. А, это выставка. Блин, там люди стоят, короче, с биндами. И говорят, короче, вот весь текст. Вон, тёлка стоит, короче. Диана Белкина. Она стоит и биндом рассказывает. Вон, выпускается в России с 1960 года. Сняли с конвейера в 1989 году. Вместе мы все по 20 бойцов. Вот, ещё, смотрите. Снержание. Масса 39 тонн. Боевой самолёт Су-33. В 1819 году был первым в бою. Смог сбить, но очищенные врагов. Блин, круто, блин. Реально, это круто. То, что поставили людей с биндом, какие. Реально, это пишут. Это реально круто. Я, конечно, не ожидал, что они до такого додумаются. Не, ну, это круто. Кстати, не везде были самолётом стоят люди. Это гидро свиснул, походу. А, вон она стоит. Конечно, это жёстко. Это реально жёстко. На пробитом не гоняем. Прикольно, что. Там, кстати, подошёл бы, тоже послушал бы, что они там про эти самолёты говорят. Тоже интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!